И позвольте вам представить нашего лектора сегодня. Это Несяева Елена Владимировна, врач-акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук. Передаю слово вам, Елена Владимировна. Спасибо большое, Татьяна. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Сегодня мы с вами поговорим о многом, преимущественно о нашей рутинной работе. Микробиоциноз влагалища представлен более чем 40 видов микроорганизмов. Причем микробная биомасса должна быть многочисленной. В здоровом влагалище доминируют лактобактерии. Их должно быть не менее 90-95% от всех микроорганизмов. Остальные 5-10% это облигатные и факультативные анаэробы, немного аэробов. Грибы в норме также входят в состав влагалищной микрофлоры. Все это условно-патогенные микробы, способные вызывать проблемы только при определенных условиях. Абсолютных патогенов во влагалище в норме быть не должно. Клетки влагалища здоровой женщины с хорошей эстрогенной насыщенностью продуцируют гликоген. Гликоген, в свою очередь, является метаболическим субстратом для лактобактерий. Лактобактерии в процессе жизнедеятельности продуцируют молочную кислоту, поддерживающую кислую среду влагалища, и перекись водорода, которая является природным антисептиком. В общем, все как лучше традиции дома, который построил Джек. Помимо этого, лактобактерии конкурируют с другими микробами за возможность объявить клеткам эпители. Активируют специфические рецепторы эпителиальных клеток, приводя к выработке провоспалительных цитокинов. И вот при определенных условиях, прием антибиотиков, стресс, любые болезни, инфекционные и неинфекционные, особенно эндокринологические, смена половых партнеров, ношение ежедневных прокладок, инфицирование абсолютными патогенами, все это приводит к гибели лактобактерий. И по принципу свято место пусто не бывает, начинают растить те микробы, которые в данный момент имеют наибольший к этому потенциал. Нам с вами в своей ручной практике необходимо помнить, что просто факт обнаружения условно-патогенных микробов не входит проявлять медикаментозную агрессию. Очень важно разобраться в соотношении условно-патогенных микробов, количестве и качестве лактобактерий, соотнести их с жалобами и клиническими проявлениями. Состав благоречной микрофлоры зависит от многих факторов. Даже в норме он меняется, например, в динамике менструального цикла. В нормальных пределах – да, но в ряде случаев эти изменения могут создавать предпосылки для снижения популяции лактобактерий и роста, например, грибов, как мы это нередко видим во второй фазе менструального цикла. Среди невирусных инфекций, передаваемых половым путем, чаще других встречаются трихомониаз, хламидиоз, гонорея. А вот сифилис, по сравнению со статистикой 100-летней давности, сифилиса стало меньше, конечно же. Считается, что вирусом простого герпеса первого типа инфицировано до 95% населения, вирусом герпеса второго типа – до 80%. К счастью, в большинстве случаев это инфицирование не сопровождается клиническими проявлениями или редко рецидирует. Много чего у нас, в том числе ее, называли продажной девкой империализма. Марк Твен оставил ее в ряд после лжи, наглой лжи, но тем не менее статистика, она имеет право на существование. И по заболеваемости инфекции, непередаваемой половым путем, Россия не уступает мировой общественности. Несмотря на то, что нарушение влагалищной микрофлоры не связано с риском для жизни, в большинстве случаев это просто дискомфорт различной степени выраженности. Но тем не менее, это значимый фактор риска развития акушерских и гинекологических проблем. Одно из наиболее часто встречающихся заболеваний влагалища, непередаваемым половым путем, является бактериальный вагиноз. Для него характерно отсутствие воспаления. По сути, это дисбиоз, замещение лактобактерий другими анаэробными микроорганизмами, ну либо микроаэрофилами. Ведущая роль в этом процессе принадлежит гарднерелла вагиналис и атопобиум вагина. Также для бактериального вагиноза характерно разбитие полимикробной биопленки. За последние как минимум 30 лет критерии постановки диагноза не изменились. Ну и здесь мы не должны забывать соотносить клинические проявления с данными тестов и лабораторных исследований. Жалуются женщины преимущественно на выделение из влагалища. Ну, а сам запах тухлой рыбы нередко проникает в нам сабинет еще из-за берега. При осмотре мы можем увидеть эти выделения, обонять их, усилить их, этот запах раствором калий-ОАЖ-10% и провести по ашметрию. По влагалищном мазке, нативном или при окраске по грамму, при нормальном количестве лейкоцитов отмечается уменьшение количества грамм положительных палочек и появление эстериальных клеток, густо покрытых кокобациллярной флорой. Качественное исследование методом ПЦР на наличие гарднереллы нецелесообразно. Имеет смысл количественное определение причастных микробов и выявление общей микробной массы, а также соотношение с количеством лактобактерий. Хочу напомнить, что колонизация влагалища происходит микробами, населяющими кишечник. Поэтому у женщин с гастроэнтерологическими проблемами нормализация только состояния влагалища обречена на неудачу. Другое часто встречающееся инфекционное заболевание влагалища и вольвы – кандидозный вольвовагенит. Нередко он приобретает рецидивирующий характер. Стоит отметить, что грибы плохо растут в условиях локального дефицита эстрогенов. Чаще всего кандидозный вольвовагенит вызывает кандида альбиканс. Но за развитие рецидивирующих форм, особенно у женщин с опускающим с сахарным диабетом и ВИЧ-инфекцией, отвечает в большинстве случаев кандида ноль, нон-альбиканс, глобрата, грузеи, тропикалис и других. Помимо заболеваний урогенитального тракта, крепковое поражение может носить системный характер. В микроскопе. Универсальный метод исследования. Микроскопировать мы можем абсолютно все, что угодно. Любые биологические жидкости, любые сосковые. При микроскопии влагалищного маска наибольшую ценность представляет количество микробной массы, ее морфологии, что это, палочки или поки, отношение к красителям, грамм положительное и грамм отрицательное, наличие или отсутствие грибов, простейших, ну или иных микробных форм, например, диплококков. Для диагностики кандидозного вольвовагенита. Помимо микроскопического исследования маска с определением наличия спор и мицелия гриба на фоне повышенного количества лейкоцитов, возможен бакпосев на грибы с определением чувствительности к антимикотикам, а также определение ДНК-кандид различных видов при различной локализации процесса. Ну и можем определить антипсела грибам в сыворотке крови. Типирование грибов рода кандида, как мы говорили, очень важно при хроническом рецидивирующем процессе, при сахарном диабете, при резистентности к стандартной терапии. Инфицирование стриптококками группы В имеет большое значение в опушерстве, поскольку повышает риск преждевременных родов и инфицирование плода в родах. Для диагностики стриптококковой инфекции используется бакпосев, обычно без чувствительности к антибиотикам, поскольку все стриптококки чувствительны к бета-локтанным антибиотикам. Однако при индивидуальной непереносимости фенициллинов или цефалоспоринов посев с антибиотикой чувствительностью имеет большое значение. Стоит отметить, что микроскопические и культуральные методы исследования имеют ряд ограничений и не могут ответить на многие наши вопросы. Для уточнения ситуаций, связанных с необходимостью определения наличия микробов сложных в пультинировании, используется ПЦР-диагностика в режиме реального времени. Она же позволяет определить не только наличие микроорганизма, но и их количество. Важно понимать, какую информацию в какой период времени нам необходимо получить, чтобы своевременно назначить те или иные методы исследования. Позвольте себе напомнить про слегка подзабытый сифилис, хотя это не наша зона ответственности, но тем не менее мы все равно с ним встречаемся. Сифилис – венерическое заболевание, передается половым путем, может передаваться бытовым путем с любыми биологическими жидкостями, в том числе со слюной. Присутствует также вертикальный путь заражения. Существует понятие первичный, вторичный, третичный и врожденный сифилис. Инкубационный период начинается от момента заражения до появления твердого шанкра в среднем 3 недели. Первичный сифилис – это твердый шанкра. Он длится, первичный сифилис, до появления сыпи. Человек в этот период остается серонегативным, то есть антител в его крови пока еще нет. Примерно через 6-8 недель после появления твердого шанкра появляется сыпь. И она знаменовывает появление речного сифилиса. Иногда, если человек не лечится, с годами развивается третичный сифилис. Например, нейросифилис, от последствий проявления которого страдают и страдали не только отдельные конкретные люди, но и целые государства. Например, третичный сифилис был у нейросифилис, у Ивана Грузного, у вождя мирового пролетариата и масса известных и неизвестных людей прошлого. Все виды анализов для диагностики сифилиса делятся на две большие группы – трипанемные тесты и нетрипанемные тесты. Анализ на сифилис РПР относится к нетрипанемным. Это современный аналог реакции Вассермана. Он выявляет антитела кардиолепину. Это ранний способ диагностики, поскольку антитела кардиолепину появляются всего лишь через неделю от начала первичного сифилиса. При первичном и вторичном сифилисе чувствительность нетрипанемных тестов высокая. При первичном 86%, при вторичном 100% однозначно. Однако возможен ложноположительный результат. Поэтому при диагностике сифилиса нетрипанемным тестом необходимо обязательно подтверждение с помощью более специфичного трипанемного. Трипанемные тесты выявляют антитела, которые направлены конкретно против самих бактерий трипанема полидома. Однако, если количество возбудителя небольшое, эти тесты не столь эффективны. В таких случаях используется метод полимератной цветной реакции, который позволяет выявить ДНК бледной трипанемы даже при небольшом содержании возбудителя в исследуемом биоматериале. Когда это бывает? Ну, например, используется метод ПЦР-диагностики для диагностики раннего серонегативного первичного сифилиса. Для диагностики врожденного сифилиса, для диагностики нейросифилиса и для диагностики сифилиса у ВИЧ-инфицированных. В условиях неконтролируемого использования антибиотиков другая венерическая болезнь – гонория – нередко протекает в стертой форме. А у женщин вообще может быть бессимптомная гонория. При длительном течении гонории развиваются поражения верхних отделов мочеводелительной системы, а также репродуктивной системы. Доболевание может поражать также суставы и глаза. Хроническая гонория может стать причиной мужского и женского бесплодия. Поэтому важно хотя бы иногда обследовать пациентов на гонорею даже при отсутствии клинических проявлений, особенно при смене полового партнера. Исследуются соскобы из возможных зон поражения, а также биологические жидкости. Генитальная микоплазма относится к абсолютным патогенам, в отличие от микоплазмы хоминис и уреоплазма. Микоплазменная инфекция также может протекать бессимптомно или малосимптомно. Хламидия трахоматис – бактерия, также вызывающая инфекции, передаваемые половым путем. Существует внеклеточная форма хламидии или элементарная тельца и внутриклеточная, ретикулярная тельца. Внеклеточная форма, естественно, высокоинфекционна. Хламидии обладают тропностью к любому цилиндрическому эпителию. Этим объясняется широта зон поражения. Помимо выявления ДНК методом ПЦР и иммуноферментного анализа, возможно, определение титров антител хламидиям трахоматис в сыворотке крови. Например, иммуноглобулины ИМИА мы смотрим для определения стадии заболевания и для определения необходимости антибактериальной терапии. Иммуноглобулины ЖИП, пилку теплового шока хламидии трахоматис, нам необходимы при бесплодии, невынашивании беременности, при синдроме Рейтера. Это, помните, одновременное или последовательное поражение урогенитального тракта, суставов и конъюнктива. И в других непонятных ситуациях, когда мы можем подозревать, что они ассоциированы с этой инфекцией. Влагалищная трихомонада. Простейшая, поражает у человека только мочеполовую систему. Это самое распространенное заболевание, передаваемое половым путем. Диагноз трихомониаз обычно ставится при выявлении трихомоназ вагинализ при микроскопическом исследовании. Однако чувствительность этого метода невелика, всего лишь 60-70%. Высокой чувствительностью и специфичностью, зато обладает ПЦР-диагностика. В некоторых ситуациях имеет значение определение уровня антител. Например, при подозрении на носительство. При наличии трихомониаза у полового партнера и при отсутствии в течение длительного времени симптомов у другого. Аногенитальные бородавки. Тоже встречаются в нашей практике нередко. Имеет значение определение типа вируса папилломы человека, которые привели к развитию этих аногенитальных бородавок. Хочу напомнить, что мазок нужно брать именно из зоны поражения. Нередко шейка матки и вульва поражены разными типами вирусов. Соответственно, мазок шейки матки не заменяет мазка с пораженной кожей. Анализ на ВИЧ-инфекцию. Мы назначаем антителак ВИЧ-инфекции. Мы назначаем рутинно, при любых плановых вмешательствах, на этапе планирования беременности и просто периодически. А вот анализ на РНК проводится только у ВИЧ-инфекцированных. Ну, например, для оценки эффективности антиретровирусной терапии. Как мы с вами упоминали, частота инфицирования вирусом простого герпеса первого и второго типов чрезвычайно высокая. Однако значимые клинические проявления встречаются, к счастью, довольно редко. Нет у вирусов строгой градации, что вирус простого герпеса первого типа поражает лицо, вирус простого герпеса поражает гениталии. По сути, это не важно. Лечение и тактика введения одинаковые. Поэтому, как правило, при определении уровня антител имеет значение, показывают ли они острый процесс, ну или обострение хронического, то есть иммуноглублины М, или свидетельствуют о бывшем ранее контакте с вирусом, иммуноглублины G. При необходимости можно определить уровень антител к конкретному вирусу. При подозрении на герпетический процесс любой локализации возможно также ДНК-диагностика методом ПЦР, соскобов и биологических жидкостей. Комплексные продукты лаборатории представлены в разных вариантах. Можно выбрать необходимую совокупность анализов для конкретной пациентки. Они могут включать мазки с различным способом исследования материала и сирологическое исследование плазмы труда. В современной клинической практике важное значение имеет молекулярная диагностика методом ПЦР в режиме реального времени. На наличие ДНК или РНК нужных возбудителей можно исследовать абсолютно любой материал, полученный абсолютно любым методом. Это метод с высочайшей специфичностью и чувствительностью. Исследование проводится очень быстро. Результаты готовы буквально в течение нескольких часов. Но здесь очень важно правильно сформулировать задачу. Не из серии найди то, не зная что. Нуклеиновые кислоты нас интересуют конкретного возбудителя или наиболее часто встречающихся в этой локализации возбудителей. Но если нужно уточнить наличие или отсутствие чего-то иного, например, при нетипичной локализации процесса необходимо свое пожелание дополнительно сформулировать и обозначить, потому что не существует такого анализа на все. Метод ПЦР, как мы уже говорили, обладает высокой специфичностью и чувствительностью, позволяющий определить даже единственную микробную клетку в образце. И биофлор. Исследование влагалищной микробиоты методом ПЦР в режиме реального времени имеет различные модули. От полного, с наиболее часто встречающимися условно-патогенными бактериями и гриппами, с инфекциями, передаваемыми половым путем, с контролем взятия материала и до отдельных блоков, например, при контроле качества терапии. Это позволяет провести то исследование, которое необходимо конкретной пациентке в конкретной ситуации. Выбранную комбинацию модулей можно использовать как у мужчин, так и у женщин. Ну, вот, например, такой вариант модуля, когда нам точно не нужно проводить исследование, обследование пациентки на наличие инфекций, передаваемых половым путем. Важный показатель в результатах анализа – общая бактериальная масса. Это общее количество микробов в образце. И если показатель низкий, это повод подумать, почему после антибактериальной терапии, при дефиците эстрогенов или по иной причине, может быть, мы просто неправильно, неадекватно взяли материал. Контроль взятия материала. В правильно взятом фаскопе должно быть не менее определенного количества эпителиальных клеток. Ингиофлор МАКСИ включает исследования на наличие четырех абсолютных патогенов, наиболее часто встречающихся условно-патогенных микробов, на грибы рода кандида, вирус простого герпеса и цитомегаловирус с обязательным контролем взятия материала, общей микробной массой и количеством лактобактерий. Для тех, кто не очень любит цифры или скрывает развивающуюся дальнозортость, лаборатория внесла цветовую маркировку результатов анализа. Зеленый – все отлично. Желтый – пограничное состояние. Обратите внимание. Красный – количество ДНК потенциального возбудителя превышает референсные значения. Черный – ой, извините, машина не может адекватно интерпретировать результат. Думайте сами, что весьма полезно. Ну, например, здесь, на первом бланке, обнаружены генитальные мекоплазмы и трихмонады. На второй бланке материал взят некачественно. Повторите исследование. Если пациентка пришла к нам с жалобами, то исследование мы проводим в день обращения. Если же нам необходимо уточнить ситуацию, состояние влагалищной микрофлоры, обследование после проведенной терапии, стоит соблюсти ряд нехитрых условий. Брать мазок лучше вне менструации. Не менее суток должно пройти после любого проникновения инородных тел, будь то пенис, влагалищный датчик, наконечник, груши, месяц после системной антибактериальной терапии и две недели после местного лечения. Мазок на цитологию – это соскоб. Мазок на исследование методом ПЦР – это тоже соскоб. Если проводить их одномоментно, один из мазков может быть взят некачественно. Поэтому лучше разнести их по времени. Исключение составляет жидкостная цитология, но там речь идет лишь об одномоментном исследовании на наличии вируса папилломы человека. Индивидуальный подход в сочетании с соблюдением принципов доказательной медицины и клинических рекомендаций, насколько это возможно, залог успеха нашей работы. И я благодарю вас за внимание.